В стране разрешат узаконить самовольные постройки. Так у местной власти будет право принимать в эксплуатацию одноквартирные дома и нежилые здания, которые белорусы возвели без разрешения и проектной документации. Но есть исключение – новшество не распространяется на сооружение, расположенное в столице. В Беларуси магазины потребкооперации разрабатывают гибкую систему скидок для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных. Сейчас предлагают получить минус 10%, а цены – на 29 товарных групп. Бонусы действуют в 3800 объектах страны, из них треть – в сельской местности. МЧС и Освод напоминают о безопасном отдыхе вблизи водоемов. Купальный сезон в самом разгаре. Выбирать стоит только разрешенные пляжи. С собой обязательно нужно брать головной убор, за буйки заплывать запрещено. И ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Только этим летом в стране утонуло 26 человек. В Бобруйском районе пьяная женщина села за руль метаблока. Около 10 вечера в одной из деревень внимание сотрудников ГАИ привлек малогабаритный трактор. Когда водителя остановили, оказалась за рулем была нетрезвая женщина, которая находилась на восьмом месяце беременности. Освидетельствование показало 1,5 промилле алкоголя. Нарушительница грозит штраф и лишение прав на 5 лет. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. Погоду определяет атмосферный фронт с Польши. Ожидаются грозы, сильные ливни и порывистый ветер. Столбик термометра максимально поднимется до плюс 26 градусов.